Всем привет! Пришел ко мне вот такой вот GPS-трекер, которого я долго ждал. Функция вот такова, что вы его можете подключить в машине к 12 вольт, и он будет отслеживать местоположение вашего транспортного средства. Вот, если не дай бог там угонит или еще что-то, вы сможете при помощи этой штучки узнать, где же находится ваш автомобиль. Вот, значит, что у нас тут есть. Значит, он такой обрезиненный, приятный на ощупь, но он такой с резиновым покрытием. Вот. Значит, здесь у нас... Ага, здесь у нас сим-карта вставляется. Вот. И провод для подключения к питанию автомобиля. Значит... Плюс и минус. Здесь у нас инструкция, как это все правильно подключить и сделать. И сейчас посмотрим, как же это все будет у нас работать. Так, вот я его подключил. Он замигал-замигал. И... Значит, он пытается найти связь с оператором. Так. Красная лампочка моргает, значит, с питанием все отлично. И... Здесь мы видим тоже, что связь с оператором установлена. А вот GPS пока еще нету. Я думаю, что вряд ли он тут и появится, потому что облочный дом... Вот. В описании тоже было написано, что вряд ли он пробьет бетонные стены. Поэтому придется, наверное, его вывесить в окошко для наглядности. Вот. Но... Посмотрим. Может, все-таки он сможет определить GPS. Так. Ну, а пока он ищет связь с космосом, я расскажу, что надо сделать, чтобы он вообще начал работать. Вот. В принципе, там в инструкции все написано. Вот. Но... Проще будет, наверное, рассказать, чем там читать. Значит, для начала отсылаем смс-сообщение с текстом CX. Так. CX. Да. Вот так вот. И... Отправляем. Вот. И после этого он будет готов к работе. Скажу сразу, что первый раз, когда я его включил, все это происходило очень как-то долго. Минут пять он думал и только потом прислал ответ. Сейчас вот второй запуск уже, конечно, идет все быстрее. Так. Ну, вот синяя лампочка так и не загорелась. Я уже, к сожалению, не помню, горела ли она, когда я его запускал первый раз. Вот. Далее, далее, далее. По идее он к работе готов. Значит, заходим на сайт, который дан в инструкции. Я сайт еще напишу в описании видео. Вот. Выглядит он вот таким вот образом. Так. Вот так вот он называется. Набираем. Вот так вот. Только без ру и без user. И заходим на этот сайт. Вводим имей, который у нас дан с обратной стороны приборщика. Вот он, допустим, здесь, да, написан. И вводим пин-код. Начальный пин-код 1, 2, 3, 4, 5, 6. После чего, когда мы зайдем на сайт, его нужно будет поменять. Я, конечно же, уже его поменял. И спустя какое-то время у меня где-то заняло это, наверное, полчаса. И спустя где-то вот полчаса моя машинка вот появилась на сайте. Вот. То есть это все не быстро. Это не будет, как только вы его включите, сразу все появится. И мой совет лучше всего его запускать на какой-то открытой местности для начала. То есть, как я делал, я его просто вывесил в окошко. Вот. И тогда процесс пошел. Потому что в помещении он совсем не хотел на холодную запускаться. Вот. А за окошком хоть как-то все это дело пошло. Вот. Вот таким вот образом мы можем смотреть по карте, где находится наша машинка или любой другой предмет, куда мы его поставим. Это GPS-трекер. Также можно определять местоположение при помощи SMS-сообщений. Самый простой пример. К примеру, отправляем сообщение Google обязательно большими буквами, иначе он не среагирует. Вот. И после этого мы получаем SMS-ку с координатами. Вот. Плюс мы можем еще скачать приложение. Так. Вот. Значит, приложение по этому поводу чуть попозже. Значит, посмотрим, что нам прислал наш приборчик. Так. Вот по ссылочке, которую он прислал сразу, он нас перекинул. Перекинул куда-то непонятно куда. Ага. Вот как я и думал. Куда-то в Сан-Франциско. Вот. Сейчас сделаем проще. Я пойду его опять вывешу в окошко. И тогда... И тогда он найдет связь с космосом. И будет работать. Потому что, как видим, связи GPRS нету. Бетонные стены не пропускают ее. Сейчас пойду увешать. Значит, я вот вывесил его в окошко. И вот так вот это должно работать. Сейчас немножко настроится камера. Чтобы он потерялся. И мы ее. Вот так вот, в общем, оно все мигает. Все три лампочки должны мигать. И тогда GPRS есть. Связь с оператором есть. И с напряжением все у нас окей. Ну, сейчас попробую еще раз послать смс-ку и посмотрим, что же будет. Так, значит, вот еще забыл сказать. Я послал еще смс-ку. Вот такой вот. ДВ. Она определяет местоположение вашего девайса. Вот такая вот штука вам приходит в ответ. Вот. И вот сейчас, значит, GPRS появилась, как мы видели. Все равномерно мигает. Я послал опять запрос Google. И нам пришла вот такая вот смс-очка. Вот сейчас перейдем по этой ссылочке. И посмотрим, что же нам она покажет теперь. А, ну вот, все правильно. Все правильно Рига. Ну, улицу не буду показывать. В общем, все нашлось. Далее. В данной инструкции есть вот такая вот штучка. Ее считываем при помощи мобильного приложения. Скачиваем приложение в мобильное устройство. Я его уже скачал. Можно, конечно, через компьютер. Можно через мобильное устройство. Так вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Найду. А, вот оно. Значит, вот так вот оно называется. Smart GPRS. Заходим. Ну, и вот сразу. Ну, при первом входе, конечно, надо же ввести, как и в этом компьютере, имей, пароль. И можно отслеживать позицию своего автомобиля. Вот. Такая штука. Не сразу, конечно, разобрался. Но спустя какое-то время все-таки разобрался. Вот. Надеюсь, вам это видео помогло. Вам будет уже проще настраивать свое устройство. И, как я уже вам советую, запускайте его лучше, как вы видите, на открытой местности. То есть, хотя бы или в машину сразу подключаете, или в окошко вывешиваете. Потому что в помещении не хочет он совершенно ловить GPRS. Вот. А без GPRS вы, соответственно, не сможете определить свое местоположение. Даже так. Просто попробовать. Вот. Вот. Все. Всем спасибо. Всем пока. Ссылочка на данное устройство будет под видео. Так. Ну что ж. Продолжим. Значит, для начала подготовим сим-карту. Обязательно с любого телефона нужно снять запрос пин-кода. Да. То есть, все элементарно. Вставляете в любой телефон. Заходите в настройки и находите функцию отмена запроса пин-кода. Вот. И только потом уже вставляете GPS-трекер. Иначе работать он не будет. Потому как он будет спрашивать пин-код у GPS-трекера. А GPS-трекер, соответственно, не может его ввести. В общем, снимаем пин-код, запрос пин-кода через телефон. И потом только вставляем сим-карточку. Нужно, чтобы обязательно был доступ к интернету в этой карточке. Много там по описанию не нужно. Но нужно, чтобы он был. Так. Значит, вставили сим-карту. Так. Далее, далее, далее. Я уже тут сделал такую штучку в прикуриватель. Вот. Прикрутил ее тут. Так, по-быстренькому. Чтобы демонстрировать, как это все работает. Ну и самому было интересно, как же он будет работать. Так. И попробуем его. Так. Продолжение следует...